МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Ну что ж, ребят, всем привет по многочисленным просьбам. Сегодня мы снимаем рацион самого богатого спортсмена современности с профессиональным рекордом 50-0. 50 побед, 0 поражений. В общем, в следующие 24 часа я буду питаться как Floyd Money Mayweather. Наши тренелки будут одинаковые, наше питание тоже будет идентичным. Ну и, конечно же, по традиции, прямо сейчас мы управляемся в магазин для того, чтобы закупить все необходимые продукты. Ну и, конечно же, узнаем, сколько все это стоит. А стоит это, конечно же, дофигища. Короче, ребят, мы уже находимся в магазине. И прямо сейчас будем покупать все продукты, которые нужны для рациона Floyd Mayweather. И, короче, что могу сказать, что там получится очень много продуктов необычных всяких. Всяких пирешек, всякого мяса, фрикаделек и так далее. Короче, получится хорошая цена. Конечно же, мы ее расскажем вам в конце, после закупочки, как только пройдем сюда, к этой самой кассе. Ну что, короче, мы закупились всеми продуктами, которые нужны всего на один день. И на секундочку, цена у нас получилась 1835 рублей всего лишь на день. На территории России такой рацион стоит. Но я думаю, в Америке стоит дороже, в случае там того, что там продукты другого качества, на самом деле. Ну и, конечно же, что самое интересное. Короче, дарьба, что самое интересное у Mayweather есть личный. Пова зовут ее Киана Джеплис. И именно она следит за его питанием. И она готовит ее все блюда. Ну и, конечно же, вишенка на торте. Это то, что за каждое блюдо, абсолютно за любое блюдо, Mayweather ей платит 1000 баксов. То есть, например, сегодня у нас будет 3 приема пищи. И за 3 приема пищи она заработает 3000 долларов всего за один день. Буквально, не знаю, в сумме часа за 3. Я хотел бы тоже такую работу на самом деле готовить. Ну, возможно, я сегодня Лерке дам 1000 долларов. Я только что хотела об этом сказать. 1000 долларов. Будем работать? Да, я так не хотела быть. Как нормально готовить? Короче, да, ребят, закидываем все это. Отправляемся домой на наш первый прием пищи. Флойда, мани-мани-мани-мани. Ну что, ребят, пришло время первого приема пищи. На первой прием пищи нам нужно 6 панкейтов, 4 яйца, 4 ломтика бекона и 2 пакетика каши кукурузины. Вот, каша присутствует. Короче, все у нас присутствует здесь. Закупились по максимуму. Конечно, большинство продуктов останется на следующий день. Но все же 1800 рублей на день. Это много. Это, наверное, самый дорогой рацион, который мы снимали. Вот, поэтому давайте все это, как обычно, готовим под красивую нарезочку. Конечно же, все это скушаем и поделим с вами впечатлениями. Ну и будем говорить по ходу видео о тренировках, о питании, о каких-то других нюансах. О, самое главное, деньках и заработке. Флойда, мани-мани-мани-мани-мани. Вот, ну а так пока что готовим. Ну помнишь, мы говорили о том, что тысяча долларов вкладят? Тысяча долларов? Да, я согласен, короче, я передумал. Спасибо. Вот. Ты пересчитал? Да. Ну, панкейки, поможешь, просто ты панкейки не умеешь. А, это за панкейки, да? Ну, это за панкейки. Любое блюдо, как вы знаете, я говорил, что мы обязаны платить своей шеф-поварше, шеф-кухарше, как называется? Короче, своему шеф-повару тысяча бакс за любое блюдо. За панкейки тысяча баксов это все получило. И не важно, что они фальшивые, и не важно, что на самом деле мы купили этот рацион на последние деньги. Лерка готовит панкейки, но я все остальное. Красивый нарезочек прямо сейчас. Все, 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 хватит, уже все, нельзя больше. Уже, типа... Шутки про шейкер вошли в час. Шутки про шейкер, и их никто не заменит. Если нравятся такие шутки, ставьте лайк. Ого, прям, думаю, руками пошла. Молодец. Ого! Ну что, ребят, прием пищи Майвезера уже готов. Здесь, видите, 6 панкейков, 4 яйца, 4 ломтика бекона и 2 пакета масляной, либо же кукурузиной каши, как в нашем случае. Вся калорийность, опять же, будет, как обычно, сейчас на экране. И что я могу сказать по этому прием пищи? Весьма необычно, да, кукурузиная каша, панкейки в такой комбинации с беконом и яичницей. Ну и, кстати, постоянно в Майвезер добавляется и блюдо соус под названием барбекю, что, в принципе, мы сделаем и сейчас. Вот прям на яйца вот так нафигача. Ему очень нравится, реально нравится, как ему готовит его шеф-повар, эта девчонка, да, и он готовит ей платить до конца своей жизни, потому что он реально кайфует, заранее просто загадывает любое блюдо и она готовит ему то, что он хочет, то, что ему нужно. Кстати, по поводу воды, по поводу жидкости, Майвезер пьет около 3 литров воды в день, потому что ему уже 40 лет и он сам говорит, что мне не 20 и мне нужно ускорять свой метаболизм, он замедляется за счет воды, за счет кофе, он регулярно это делает. Особенно перед боем, перед тем же боем с Мангрегером, он реально дофига пил воды, чтобы разогнять метаболизм, дофига бегал для того, чтобы улучшить выносливость и, как бы видите, сработало в семнадцатом году, он спокойно на редослабончике просто подрался с Мангрегером и, конечно же, победил, за что заработал 275 тысяч долларов. Так, ребят, сейчас монтирую, заметил небольшую опечатку, 275 миллионов долларов, это реально, я нормально так ошибся, вот, и деньги, деньги, конечно, ну, просто без слова и смотрим дальше. Таких денег я не видел, пока что, надеюсь, пока что. Вот, соответственно, мы сейчас кушаем, всем приятного аппетита, кто кушает, а кто не кушает, обязательно кушайте, вот, и после этого прием пищи отправляемся в занчик. Короче, ребят, довольно плотный завтрак, несмотря на то, что я очень часто кушаю много калорий, всякие челленджи, да, вешу я вроде бы как больше, чем Айбезер, но все же я насытился и теперь я заряжен тренироваться, сделать первую тренировку, потому что у меня сегодня будут две, первая будет, конечно же, как у Айбезера, поэтому на нее прямо сейчас мы и отправляемся, погнали. Короче, видно, что еще раз всем здорова приехали мы на бокс, потому что, как вы знаете, в любой рубрике, чтобы они снимали, чей рацион, если мы снимаем рестлинг, мы идем обязательно на рестлинг, если мы снимаем борьбу, то тоже идем на борьбу, но, конечно, сегодня бокс, сегодня Майбезер, поэтому мы приехали на тренировку по боксу, нас будет тренировать Маша, вы когда-то ее наверняка уже видели, но, в общем, сейчас пойдем туда, найдемся, короче, найдем этот зал и обо всем этом поговорим, и, конечно же, мощно потренируемся, точно так же, как Майбезер, по крайней мере, я буду стараться делать все, потому что, как вы знаете, я боксом не занимаюсь, не занимался, вот, чисто с нуля, чисто новичок, поэтому погнали. И не буду заниматься. Не, ну, возможно, там кто-то, по утрам, типа, знаешь, там. Короче, вот так же мы пьем Американо, потому что Майбезер пьет много черного кофе, на самом деле, много жидкости, много воды, особенно перед боем, он пьет сюда больше трех литров. Я не знаю, точно пьет или он кофе Американо с Макдональдса, но мы пьем, потому что мы работаем. Выглядело, как будто ты врать зашел. Ну что, ребятки, уже находимся в зале. Это Маша, я думаю, вы могли видеть ее в рационе. Майка Тайсона мы снимали с тобой. Всем очень зашло, всем очень понравилось. В общем, она занимается боксом, ты выступала, как я знаю, вот, и развалила просто всех там. Поэтому именно она сегодня покажет тренировку Майбезера, расскажет какие-то фишечки, ну и, конечно же, нас мощно потренирует. Поэтому, что я могу сказать? Let's go! Ты, наверное, заготовила какую-то программу мне? Ну, конечно. Понятно. Будем изучать защиту. Так, ну, сегодня мы в большей степени поработаем над защитой, так как мы все знаем, что Флэт Майбезер-младший – это человек, который умеет защищаться из любого положения. Поэтому мы сегодня будем работать над защитой в большей степени. Работа корпуса и работа ног. Так, ну, друзья, я уже устал после бюджетов. Короче, ребят, на этом наша тренировка закончена. Я показал все, что мог, а могу я, в принципе, немного и умею немного. В общем, короче, я старался. Что ты скажешь вообще? Получится у меня мой Вайбезер-младший? Мочек-профильм. Ага. Ну, боксер может получиться. Ну, это не точно. Короче, спасибо тебе большое за тренировку. Обязательно Инстаграм Маши. И также Инстаграм этого классного сдала. Brothers Boxing Club. Я оставлю описание. Залетайте, подписывайтесь. Но мы с вами продолжаем. Сейчас залетим домой. Скушаем наши второй первые пищи. И потом поедем на тренировку по пауэрлипсингу, соответственно. Поэтому двигаемся дальше. Короче, ребят, по дороге домой я встретил курьера, который привез мне две огромных посылочки от MyProtein. Поэтому давайте сейчас по-бырику сделаем распаковочку. Ого, что-то проломилось. По-быстрому сделаем распаковочку. И, соответственно, будем готовить нашу вторую первую пищу. Вторую первую пищу MyWeather. Короче, ребят, раньше я очень много снимал на распаковке. Но все время подзабил. Только в Инстаграм-аккаунке показывал. Но за последнее время, кстати, очень-очень много спортивного питания собралось. Прям куча. И они все используют. Давай покажи, кстати. Это вот здесь. Это носок. Можете не выжать внимания. Там просто... Так, короче, все, ребят. Это спортивное питание, которое за последнее время набралось очень много. И, ребят, большинство из них запаковано. Я, конечно же, употребляю. Но употребляю я что? Я употребляю глютамин, креативный, протеин, да? Витамины и для сустава препараты какие-то. Точнее, глюкозамин, хондроитин. Но все это, я думаю, разыграю, скорее всего, встаю в Инстаграм-аккаунте. Прямо здесь ссылочка влитает. И также ссылочка в подписании. Поэтому прямо сейчас можете подписаться. Вот. Но мы продолжаем вам показывать распаковочку. И, соответственно, готовить прям пищу номер два Майвезера. Мне кажется, даже Майвезера нету сколько спортивного питания. Так, что нам пришло? Так, это какая-то белая худи. Что белая худи? Это... Ой, это паста. Так, дальше футболочка. Сейчас спред протеиновые витаминки. Альфа-липоэлокс, элькарнитинные для сушки. Дальше вот такие вот классные. Типа как Киткат, только протеиновые от Майпрот. Здесь, кстати, новая кепка. Корм так? Мне, кстати, прикольно. Купочка, одежда. А, это шапка. Одежда. Худи. Худи. Футболка. Еще одна футболка. Это была распаковка Майпрот. Это мои спонсоры, мои партюры. И, конечно же, ссылочка будет в описании. В описании, потому что у них самое лучшее спортивное питание. Самая лучшая, самая классная одежда, которую я постоянно хожу. Практически с ног до головы одет. Ну и промокод здесь написан Владимир1. Именно по этому промокоду у вас будет самая большая скидка. Но прямо сейчас мы готовим прием пищи номер 2. Первое, что нам нужно в качестве глиотов, это рис. Это макароны. Уже необычно, да, уже два источника глиотов. Дальше у нас по белку. Это бедра курицы. Без кожи, что самое важное. И также фрикадельки, говядины. Тоже два источника белка. И в качестве клетчаточки у нас вот такие вот брокколи. Тоже одна чашечка всего лишь. Ну и для меня это реально необычно. То же самое, что кушать борщ вместе с сыпом. То есть, ну, как-то странно, как-то непонятно. Но вот в Америке, на самом деле, наверное, другие принципы питания, другие пастулаты. Сейчас, конечно же, все это приготовим. И попробуем, как же все это заходит, как же все это работает. И вкусно, или нет, и можно вообще-то кушать. Готовим. Что, ребят, тут самый необычный прием пищи. Второй прием пищи майвезера уже готов. Сейчас попробуем, как все это на вкус. Это, конечно, дело зависит от повара. Возможно, не зря он платит своей... Шеф-поварше. Тысячу долларов за прием пищи каждый. Но... Но мне кажется, я бы 500 долларов точно смог бы зарабатывать. Хотя бы за день прием пищи. Короче, ребят, минус прием пищи. Что могу сказать? Что реально, пока что разнообразие, то качество продуктов, вкусовые качества продуктов очень радуют с рационом майвезера. Наверняка он тоже кайфует, так же, как и я. И в целом по самочувствию. Чувствую себя классно, очень легко, потому что нету много жира. Те же фрикадельки, ну, они не свинина, они из говядины. Вот, курица. Реально классно. Овощи, брокколи. Поэтому давайте прямо сейчас отправимся на мою тренировочку. Раз, два, три. Короче, мы находимся уже в зале. Здесь громкая музыка, поэтому уедяемся немножко. В общем, сегодня я тренирую грудь по плану. Мне нужно не нарушать свой план, поэтому вторая тренировка. Грудь, руки, короче, делаем тяжелый жим контейнер. Ну, и, конечно же, поговорим с вами о тренировках майвезера. Он не так часто тренируется железом. По крайней мере, как бы там не хотелось, да. Ну, в принципе, это ему и нужно, потому что весовая категория не позволяет пригружать себя мышцами, да. И скорость, конечно, скорость его защиты. Это то, что можно очень легко испортить тяжелыми какими-то упражнениями. Но все же поговорим о упражнениях, потому что он делает. Делает отжимания, делает всякие нитички, которые помогают оставаться сильным. И самое главное, оставаться быстрым, резким, как пуля дерзким. Короче, я начинаю свою тренировку. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Так, ребят, ну что, я завершил всю тренировку. На самом деле, сложно было поставить какие-то рекорды после бокса и так далее. Но все же, я пока хватлодел в сороковке, пожал, покачал руки, покачал грудь, что, в принципе, еще нужно. Но теперь пришло время немножечко поговорить хотя бы в двух словах по тренировкам майвезера. В общем, тренировался он, да и тренируется абсолютно каждый день, всего лишь один раз в день. Но это очень продолжительная работа по несколько часов. Сначала я иду в спарринге, да, сначала я иду в тренировках по боксу, кардио-работе. В принципе, то, что мы сегодня делали сами на первой тренировке, ну, уже дальше он занимается больше на силу, больше на какую-то силовую выносливку. Его комплекс выглядит следующим образом. Это подтягивание 8 раз, отжимание на упорах 20 раз и бруси 12 раз. Именно такой тресет, можно сказать, он повторял несколько раз с небольшим отдыхом между ними. Ну и заканчивал свою тренировку, конечно же, мышцами тресса, мышцами кора. Потому что очень важно для бокса, это очень важно в целом для жизни, для здоровья, для здоровья вашей спины. Поэтому он тренировал пресс как и с мячом, как и с шариком, который просто нужно раскатывать. И таким образом ему очень редко могут пробить печень, по крайней мере. В общем, да, ребят, это была моя тренировка. Немножко поговорили о тренировке майвезера. А сейчас отправимся на наш третий, ну и заключительный, прием пищи. Ну что, ребят, пришло время финального, третьего приема пищи Флойда Майвезера. Как вы поняли, я устал на самом деле сегодня за эти две тренировки, за весь день. Поэтому я принял решение, еще тебе не говорил, снова заплатить яркие пищу долларов. Вот, насыпать. Тут даже будет, пусть будет больше, типа, ничего страшного. А я думала, для чего здесь пачка денег лежит. Вот, ну она, короче, все это приготовила, да, это уже так стало понятно. И не важно, что у меня фальшивые деньги, фальшивые бакси, вплоть до настоящие деньги, они есть деньги. Правильно. Это моя бабушка говорила. Деньги не пахнут. Фу, где они лежали. Короче, даривать, здесь у нас стейк, здесь у нас пюре и те самые брокколи, овощи, клетчатка и так далее. Что могу сказать, что мне, блин, на самом деле все очень нравится, более чем. Все очень вкусно, все очень классно, тем более Лерка готовила два из трех прием пищи. Это было незабываемо. Короче, даривать, мы будем ее сейчас уничтожать прием пищи. Ну и пришло время, конечно же, сделать выводы. По поводу этого рациона, даю в целых двух словах скажу о Флойде Майвайзере. В общем, ребят, наверняка не все знают, что это того, как стать самым высокооплачиваемым, самым богатым спортсменом планеты. Флой Майвайзер жил в обычной бедной семье. Все его родители, они все спали в одной спальне и у них не было денег. И единственное, кто не поверил, это его бабушка, когда сказала, что чувак, боксируй, не нужно идти учиться, просто боксируй и ты 100% в этом преуспеешь. И, ребят, наверное, именно за это больше всего я уважаю Флойда, потому что уважаю реальные людей, которые идут с нуля. Которых не было ничего и в конце своего пути, да, в конце своей карьеры они делают абсолютно все, что захотят, о чем даже не могли мечтать. Я сам к этому иду, наверное, и буду идти еще. Идти, иди, иди, пока я не приду. В общем, а что по поводу рациона? По поводу рациона могу сказать, что мне все очень понравилось. Понравилось изобилие, понравилось разобразие качества, самое главное качество продуктов, которые с вами были. Все было очень классно, все было вкусно. Даже несмотря на то, что я готовил один спирт в пищи, тоже было вкусно. В общем, рацион, наверное, 10-10, реально все сбалансировано. Вот тут написано калории, вот тут написано белки, жиры, углеводы. За рацион лайк. Даже ребята, которые качаются, тренируются на турниках, спокойно могут управлять такой рацион. Немножечко просто добавьте углеводов, потому что углеводов там не так много. Но в целом 3000, чуть больше 3000 калорий. Это хороший рацион, это классный рацион для спортсмена, для человека, который тренируется. И для человека, которому нужно восстанавливать свои мышцы. Ну а так, ребята, огромное спасибо вам за просмотр. Огромное спасибо, что досмотрели это видео до конца. С вами был ваш несменный ведущий, соответственно, я. И мы увидимся с вами в следующем видосе. Возможно, не в рубрике рациона, но вы, кстати, обязательно пишите прямо сейчас под этим видео, чей рацион хотели бы видеть в этой рубрике. Обязательно читаю, обязательно прислушиваю, смотрю, делаю, снимаю и работаю. Самое главное, всем пока. Всех обнял. Всем спасибо.